Ну и еще об искусстве. Начинается горячая пора для театралов. Чуть более двух недель до прославленного Чеховского фестиваля. Он стартует 14 мая. А значит, самое время узнать побольше о постановках. 22 театра из 15 городов, 73 представления, в том числе и на иностранных языках. Настоящий калейдоскоп мировой театральной жизни, где будет много волшебства, экспериментов и сюрпризов. О самых ожидаемых спектаклях Кристина Левиева. Эту китайскую легенду веками передавали из поколения в поколение. Юная красавица увидела во сне прекрасный сад, полный цветов и птиц. А в водной глади отражение юноши, любовь с первого взгляда. Оперу «Пионовая беседка» артисты из Шанхая сыграют прямо здесь, на центральном водоканале Ботанического сада МГУ. И здесь же на воде для них построят плавучую сцену. Режиссер и автор музыки к «Пионовой беседке» – всемирно известный композитор Тань Дунь, обладатель премии «Оскар» и «Грэмми». Китай вообще в этом году будет главным героем Чеховского фестиваля. Каждый спектакль многогранен, как раскрывающийся аромат китайского чая. Мы увидим и драму, и труп у Джеки Чана, и современный танец. В Россию наш театр везет две постановки – 4 и 8. Они у нас в репертуаре все номерные, по числу занятых в каждом из них артистов. В центре внимания – человеческое тело, его художественная энергия. От магии тела к магии цирка. Волшебное шоу от титулованного постановщика цирка Дю Соле и Сочинской олимпиады Даниэля Финцепаска сделано по мотивам чеховских сюжетов. Врачи, вечные студенты, мечтатели, холостяки, юные девушки, проводящие свою жизнь в трауре – ну чем не цирковые герои? Это было для меня незабываемое путешествие, постановка этого спектакля. Благодаря ему я окунулся в культуру, которая была доселе столь далека от меня. Россия – это нечто огромное, бескрайнее, таинственное. Приезжая сюда, ходя по тем местам, которые хорошо знаешь, потому что все мы слушали Чайковского и Прокофьева, читали Чехова. Чувствуешь себя как дома. Говорят, жизнь состоит из взлетов и падений, с которыми порой так сложно смириться. Французские артисты спектакля «Скала», «Лестница» пытаются во что бы то ни стало преодолеть силу притяжения. Но только обманув законы физики, получится ли убежать от собственных эмоций? Мы уже готовы к нашим московским гастролям. Премьера спектакля, который мы привезем, состоялась в сентябре в Париже в возрожденном театре «Ласкала». За свою вековую историю он был и мюзик-холлом, и кинотеатром, и борделем, и даже пристанищем секты. Сейчас это центр безумных творческих идей, абсолютно артистической свободы. Ежедневные аншлаги, буря. По Шекспиру один из самых востребованных спектаклей Гамбургского театра «Талия». Жесткий, тревожный, насмешливый, с пронизывающим до мурашек сарказмом. Ровно в 4.18 ночи жители семи квартир этого дома проснутся. Самое время подумать о том, что же на самом деле их тревожит. Мы хотим более острых ощущений, поэтому соединили шекспировский текст с рэперскими балладами. Российская театральная публика, возможно, самая лучшая. У меня всегда ощущение, что мне рады, и что вам все очень интересно. Легенда и гуру современной хореографии Акрам Хан, только что получивший самую престижную театральную награду в мире, премию Лоренса Оливье, покажет свою версию Жизели. Отверженная мигрантка. Она познала жизнь, но сохранила чистоту души. Вместо живописной деревни и кладбища, палаточный лагерь и заброшенный завод. И пусть танцовщицы иногда и встают, но пуанты в каждом их движении узнается индийская пластика. Вот так восток и запад сойдутся на московской сцене. Чеховский фестиваль начнется уже 14 мая.